Всем привет! Вот такое интересное заведение. Нас угощает Паяц. То есть там идет фасоль, помидорки, лук, яйцо и зелень. И тахином все поливается. Зелень вкусный салат. Хотя, учитывая то, что я фасоль не люблю, и тахин тоже, мне понравился. И котлетки. Котлетки такие вкусные. Классные, Натали? Классные? Слядь уже сладкое даже принесли. Суплач. Ну то есть, нас так встречают. Очень приятно, что сначала покормили, а вот потом мы поедем уже на экскурсию. Хорошие организаторы, мне нравятся. Вы знаете, первый раз съем такой вкусный суплач. Это как сгущенка, но саму сгущенку вы много не съедите. То есть оно чуть-чуть полегче. Очень вкусное. Вот именно вот здесь, в этом кафе. Обалдеть, классное. Анталия, межрю кафе, чихат. Ага, спасибо. Афигедасы. Спасибо, спасибо. Афигедасы. Афигедасы. И я надеюсь, что этот цвет будет в вашем офисе. И какие-то украинские символы, это символ «Сэфи». У нас есть какие-то традиционные символы. И этот украинский символ, это означает, если вы держите дом в офисе... Для счастья? Да, счастья, счастья. Для счастья. И для счастья. И для счастья. И это украинский символ. Почему не хлопну? Почему не хлопну? Почему не хлопну? Спасибо. Спасибо за свою компанию. Я думаю, что вы мне дали... Это семейный бизнес. Учредителем этого бизнеса это был их отец Мустафа, сын Нур и дочка Берге. Это у них семейный бизнес. Они сами руководят, сами владеют. У Нур он отвечает за производственную часть. Это воздушные системы, окна, мебель и со строительством тоже мы отвечаем. Сэнги, она занимается производством ветеринарной медицины, еды для кошек и собак, лекарств для кошек и собак, аксессуаров и так далее. Но фабрика возле из мира Маниса, но фабрика в городе Маниса. Мы сегодня туда не поедем. В этом сентябре мы производим эти двери, двери и мебель. И я хочу представить мою жену Суде. У нас будет мебель. Это Манис Суде. И это его жена Суде, здесь обрацы мы можем убить . В Танисском районе, в Анталии, Так что, в этом системе, очень популярный. Потому что, как вот, как вот, как вот, как вот, солнечные, и, и, и мы производим, и индул это, и индул это? Да, этот маленький раз в пищевых, это очень besar, если по небольшим кучевым, в пищевых профиле, да ну, так так как, как так, это очень популярно. Сегодня очень популярны. Потому что, когда после авиации, много дилла-проект, что происходят в Талии. И, даже такие маленькие, В Анталии виллы очень популярно строятся в пандемию и после пандемии. Эти системы очень активно используются для вилл, потому что в Анталии возле виллы и они любят найти сады и смотреть, и поэтому ставят тут такое сплошное стекло, и там можно сду на основу поставить в сад. И есть пример фасада и элементов фасада. Мы производим немного различных типов фасадов. Алюминиевый фасад, фасад мы производим. И в другом, алюминиевый фасад и двери. Какие фасады используются? 70 мм, может быть 150 мм. Это туркский продукт, да? Нет, это Реховый фасад. Это профиль Реховый фасад. Нет, это фасад. Я имею в виду фасад. Вы покупаете фасад? Да, это фасад. Шишечан. Фасады из Германии, фасады из Турки. И мы пласкоприровали, и мы производим эту фасаду. Профиль не профиль. За 100-200 мм. Минимальный заказ. Если будет заказ, мы сделаем из дерева, но это не популярно. У них нет линейного производства. Может потому что влажность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... но в Анталии региона мы всегда используем такие минимальные системы. Это алюминиевый сентябрь. Вилла проектов очень дорогой. И вот этот сентябрь. И этот сентябрь в отеле. В 22 лет мы производим эту сентябрь в 4 отелях. Я думаю, что более 100 отелей. 100 отелей, может быть, более 10 000 отелей мы производим эту сентябрь в Анталии регионе. Это очень легко. Пятая из топ-5 фабрик вообще в Турции. По производству Алюминия. Не в регионе, а в регионе. Потому что есть некоторые фабрики в Истанбуре. Они всегда производят для интернациональных. Они занимаются обслуживанием заказа внутренних отелей. Оперед, как мы сейчас сентября в сентябрь. Сейчас мы идем на саму фабрику. Есть еще склады из Мир, Стамбул, Анкара. Это только для андалитского региона. Что именно еще раз повторю? Это продукты, питание для животных. Для кошечек и собачек. Для кошечек и собачек. Здесь есть фабрику, алюминиевая. После бандинга, после чего мы имеем СНС. Лазер? Фрезер. Они здесь собирают модульные системы для отелей. Это МДФ листы. Они входят на станки. И станки сами нарезают. Программа, компьютер сама дает размеры. Все дает на машину. Машина сама режет. Это не ручная работа. Полностью автоматическая работа. Я думаю, что здесь есть миллион евро. Эта машинная парка. Большим оборудованием, большими мощностями. Для андалитского региона. Одна машина? Парк, парк. Машинная парка. Вот этот, да. Парк, парк, парк. Это немецкий бренд. Туркский бренд. Мамочка. Пять человек один шкафчик собирает. А не, не один. Там целый детский домик. Около трех тысяч метров. Дальше у них склад, где они красят мебель. И склад мебели. Но мы туда не пойдем, потому что там очень много краски. Сегодня же пятница. Поэтому обед. И плюс пошли все на намаз. Поэтому стоит вся техника. Но специально для нас ключи покажет, как работает этот автомат. Или как это называется? Это станок. Покупаются готовые профиля. Алюминиевые. Иногда это турецкие профиля. Иногда это германское производство. Вот они лежат 6 метров. Дальше они идут туда на нарезку. Станки их режут по размерам, соответственно, которых есть. Дальше, если вы увидите, где белый верхний профиль, это там машина делает отверстия для того, чтобы их скрепить между собой. Стекла не отдельно заказывают у другого производителя. После этого сами конструкции алюминиевые и металлопластиковые идут без стекла на уже постройку. Там отель, или это апартаменты, или что-то другое. Ставятся сразу там, и сразу там стекло остается. Все на месте. Тут стекла не собираются. Собираются стекла на месте. Готовые, порезанные. Все. Просто они там собираются. Бирадетон. Он сейчас делает так вручную, потому что говорит, чтобы загрузить программу в компьютер, ну, хотя бы там 200-300, чтобы было. А одну штучку никто загрузать программу не будет. Поэтому вот так их пользует. Давай я покручиваю. Ой! Она так Лёвника крутится вообще. Еще компания такая, знаете, хорошая. То есть обед, намаз, это все законно. Все люди идут. Ну, кто хочет. А я только не хочет. Это щекля. То не идет на намаз. Вот так, в принципе. А это что уже такое делает? Да, конечно. Это миллионы, миллионы евро. Так. В это все вклад вложен. Так. Это весы. Не весы. Я хотела. Это весы. Должны быть весы. Это весы, ребята. Просто вот они. Понимаете? Я думаю. Где маленькие весы? Вот, Юлечка. Вот эти весы. Если бы был стульчик, я бы взвесилась. Угу. 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 Продолжение следует...